Музыка Когда будут печать ставить, он говорил, тогда все тюрьмы откроют. И как бы сейчас все закрыты, людей много, а тогда всех выпустят. Эту тюрьму, он говорит, как в сарайку, заходи, все двери открыты, там никого не будет. И он своих, вот этих тюремщиков, он возьмет как бы себе в работники печать ставить. Потому что одному как бы не под силу, они все согласятся многие. И вот он говорит, вот тогда-то надо будет бежать из городов и деревень в лес. Потому что сначала будут по желанию ставить несколько дней, а потом уже насильно. Несколько дней только? Да, несколько дней. Но похоже на то, что это будет, эта печать ставится не очень длительное время. Потому что как бы он обхватит всех вот тюремщиков, заберет сам с печатями, даст печать. И он говорит, вот тогда-то надо будет бежать из деревень, потому что когда насильно будут, потому что придут, руки свяжут и печать поставят. Вот тогда люди побегут в лес. И, конечно, будет очень горячая должна быть молитва, потому что они будут на вертолетах по всему лесу просачивать и смотреть. И вот он, например, такой говорит. Люди говорят, стоят на молитве, но видят, что самолеты и стоят, конечно, в горячей молитве. Господи, не допусти. А самолеты увидят, значит, посадку делают и бегут на эту поляну. Придут на эту поляну, а там кустарники. В кустарнике людей нету. Они, значит, сразу ему сообщают, что вот людей видели, а это... Ну, как бы уйдут, полетят дальше. Людей видели, но вышли, а там кустарники. А он им скажет, это не кустарники, это люди, и не глядя, ставьте на макушке, кому-то угадаете на лоб. Они, говорят, возвратятся на эту поляну, придут, а там кустарников нету, а высоченные деревья им никак не достать. Вот Господь так будет превращать людей то в кустарники, то в деревья. Он говорит, тогда уже вот у этих людей молитва будет, конечно, очень горячая. При Антихристе Господь такие будут чудеса творить, такие покрытия людей сильные, чтобы у кого есть такое желание, что не хочу, помоги Господи, не хочу я печати. И Господь сокроет любым способом. Вот это он так говорил. А что Антихрист, когда его изберут на Восьмом Соборе, по всему миру будет разъезжать? Ну, он так говорил, батюшка, как его воцарится в Восьмом Соборе, у него уже все, свой самолет, там, вертолёт, все свое, он сразу облетит всю землю, будет делать посадку и всем объявлять. Я царь. Я царь. Чтобы все ему поклонились. После печати прощения. Нету прощения, не будет. А батюшка говорил, даже насильно будет ставить. Да, он говорил, что первые дни будут по желанию, а потом сильно. Потому он сказал, что побегут в лес. Укроваться побегут в лес, потому что надо будет бежать из деревень, из домов. Потому что по квартирам будут сходить, по домам, по квартирам. Он говорил, что у него очень много будет помощников, очень много. Вот как вот Нил Миротачевый говорил, печать будет гноиться? Он говорил, что она вообще, как он говорил, она зловония будет пахнуть. Гноиться, и от неё запах будет, как от зловонии.